всем привет сегодня будет вот такой вот напиток будет приготовлен чайнички так сейчас чайнички горячая вода мы ее чайник пустой значит вот этот блин кейм взят за по моему 100 125 рублей вот этот немножко подороже он стоит 200 рублей чайник вмещает 1,7 литра берем открываем можно частично половинку налить взять такие приправы для глинтвейна они бывают либо такие от какого-то производителя либо еще другие там немножко покрупнее крупницы может быть более такие какие-то получше стоят они по моему 24 рубля вот так они выглядят там есть как домой мы видели и потихонечку насыпаем чтобы не сильно пулило как раз хорошо чайничек горячий даже немножко пули тут написано на 1 литр раз у нас будет 2 вы можете добавить мандарины вы можете добавить апельсины все что хотите заливаем остальное это вот столько плохо сделал и берем второй наверно можно не весь так вот 17 видно чуть-чуть остается я не знаю сколько разницы нет можно использовать место глинтвейна готового производителя можно использовать любое вино ваше хоть сухое хоть полусладкое хоть полусухое сладкое но немножко так себе мы еще иногда добавляем мед сегодня мы мед добавлять не будем потому что мы хотим более такое сухое вино поэтому будет так и еще вот у нас есть такая фишка так закрываем вот если вы нашли такой лимонный перец это вот так вот он выглядит если его добавить прямо в непосредственно в кружечку перед наливанием бомба будет но это кто как хочет давайте посмотрим сейчас надо включить на 85 градусов перескочил 85 и включение и сейчас будет нагреваться до 85 градусов перескочил 85 градусов а 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 первый раз чайник нагревается не до 85 а примерно там до 75 потом вторая полна будет до 85 и так можно чтобы чайник стоял если он час приз про стоит это будет вот всеلى становится все будет круто все будет обалденно за час он включится несколько раз поддержание температуры чайника этого отличная функция для вот видите он пока выключился после того как он опять остынет немножко опять температура нагреется до 85 градусов глинтвейн можно употреблять ну мы употребляем с любым твердым сыром вот сегодня у нас тут такой можно несколько сортов режете кубиками кладете на сырную досочку и вилочками кружка глинтвейна кружка может быть любой другой самое главное что она должна быть из толстого стекла наливать медленно можно наливать но как из чайника если допустим у вас какой-то стеклянной емкости вы можете использовать вот такую черпачу понемножку наливаете и ваши кружки никогда не лопнут потом на фото покажу как получился какого цвета все на этом все если вам понравилось ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки всем пока это будет новогодним подарком для подписчиков подписчиков Субтитры создавал DimaTorzok